Всем привет! Расскажу вам про очередную радиостанцию китайского производства, выпускающуюся под торговой маркой Retail. Это будет радиостанция HD2. Я расскажу вам про ее особенности, параметры, возможности, а также про отличия от предыдущей модели HD1. Во-первых, это любительская радиостанция, то есть она может работать в режиме VFO, когда мы можем напрямую с клавиатуры набирать частоту, можем изменять частоту с помощью валкодера с выбранным шагом, а можем переключиться в режим памяти и переключать уже ячейки памяти, как бы каналы. Каналов, кстати говоря, то есть ячеек памяти в этой радиостанции может быть записано максимум до 3000 штук, это огромное количество. Они могут быть организованы в зоны, зон может быть максимум 256 штук, но не обязательно так много использовать зон или каналов. Зоны могут использоваться как группы каналов, например, для того чтобы сгруппировать логически чем-то объединенные каким-то признаком каналы, например любительские частоты, например ЛПД каналы, ПМР, какие-нибудь профессиональные, могут быть распределены у вас по разным зонам, ну а можно этого не делать, можно записать просто все каналы в один длинный список. У каждого канала, естественно, может быть задано какое-то символьное текстовое имя, но тоже можно этого не делать, просто отображать в виде частоты. Радиостанция это работает как в аналоговом режиме, как обычная ЧМ радиостанция, так и в режиме ДМР цифровой радиосвязи. Обычно в подобных моих видеорассказах о китайских радиостанциях, если радиостанция сделана на одной микросхеме, я вам говорю об этом в конце видеоролика. И большинство моих зрителей и подписчиков 99,9% все прекрасно понимают, что это значит. Но судя по некоторым комментариям, я понимаю, что есть единицы людей, которые вообще не умеют анализировать информацию, не умеют находить эту информацию и понимать, что это означает. Поэтому специально для вас единиц, так скажем, людей сообщаю, что эта радиостанция сделана на одной микросхеме. Что это значит можете посмотреть в разных других видеороликах на моем канале, где я сравниваю работу радиостанции на одной микросхеме и полноценных супергетеродинов. Итак, это любительская радиостанция. Работает она в двух диапазонах VHF и UHF. В том виде, в каком она продается, она вообще работает на передачу только в любительских диапазонах, а на прием 136-174 и соответственно 400-480 МГц. Мало того, выпускается она для разных регионов и у нее есть переключение региона. В зависимости от того, какой регион вы включите, будет доступен разный любительский диапазон на передачу. На прием останется одинаковый диапазон частот, а вот на передачу может быть доступен на двойке, например 144-146 или 144-148 американский диапазон. То же самое на 430 может быть доступен на 430-440 или до 450 МГц американский вариант диапазона. И еще есть вариант американского региона, когда в этой радиостанции доступен диапазон 225 МГц. Вот так вот можно считать, что на трех диапазонах, но на самом деле 225 МГц любительский диапазон американский. В ней сделан путем расширение диапазона VHF, то есть в ней нет отдельного какого-то диапазона 200 МГц, а просто расширяется диапазон VHF. Регионы в этой радиостанции переключаются следующим образом. Если включить питание радиостанции, удерживая одновременно нажатыми две кнопки меню и цифру 6, то радиостанция попросит у нас ввода пароля шестизначного. Пароль очень простой 6 5 4 3 2 1. Введя этот самый пароль, мы попадаем в диалог выбора региона. Регионов три штуки всего, европейский, американский и еще какой-то, я не знаю как это правильно назвать, в общем-то неважно. Три региона. В любом случае при выборе любого из этих регионов на передачу радиостанции будет работать только в любительском диапазоне, ну плюс еще вот 220 МГц может быть доступен американский диапазон тоже на передачу. На прием же она работает в более широком диапазоне 136, 174 и соответственно 4480. Но точно также эту радиостанцию можно перевести в раскрытый режим, когда границы частот диапазонов на прием и на передачу вы будете задавать сами вручную вообще. То есть эта радиостанция любительская, но она раскрывается, как и часто бывает с любительскими радиостанциями, для работы на передаче во всем диапазоне. Мало того еще VHF диапазон у нее расширен до американского диапазона 225 МГц. Для того, чтобы ее раскрыть, не нужно выпаивать никаких перемычек, не нужно в софте никаких модификаций производить, а нужно включить питание от радиостанции, удерживая уже в этот раз кнопки меню и 8. Она тоже нас попросит ввести пароль, пароль тоже очень простой, три семерки, три восьмерки, шесть символов. После этого мы вручную можем задать границы диапазонов частот. Я задал вот такие вот границы, как вы сейчас видите, 136 по 250 МГц и прием и передача. Ну, а в UHF диапазоне соответственно 4480, шире мне все равно не надо, хотя в общем-то можно там, наверное, до 500 с чем-то ввести ироничные значения. Вот таким вот образом она раскрывается, эта радиостанция. То есть еще раз поясняю, это любительская радиостанция. Во-первых, сделана она для любителей, в ней есть режим VFO, сканирование, есть режим каналов. И плюс она еще продается в режиме, когда она работает на передачу только в любительских диапазонах для разных регионов. Соответственно, есть разные границы любительских диапазонов, три варианта. Но можно ее раскрыть и сделать, чтобы она работала на передачу вообще в очень широком диапазоне частот. Продается эта радиостанция в разных вариантах комплектации, может быть разные предметы с ней в комплекте. Но с точки зрения аппаратной реализации есть два варианта с GPS приемником и без GPS приемника. GPS приемник это отдельная маленькая плата, которая установлена, припаяна на основную плату радиостанции. Ну, соответственно, есть GPS антенна. И эта радиостанция, если она укомплектована GPS приемником, то она может передавать свои координаты в режиме DMR, как это часто бывает в DMR радиостанции. Еще в этой радиостанции есть встроенный Bluetooth модуль, который есть всегда во всех вариантах этой радиостанции. То есть это не опциональный какой-то модуль, а он есть всегда. И в комплекте с этой радиостанцией есть маленькая гарнитура, которую можно повесить на ухо и разговаривать по Bluetooth с этой радиостанцией. Очень-очень удобно. Я вам уже рассказывал об одной из радиостанций из серии Retavis, которая тоже теперь комплектуется Bluetooth гарнитурой. Это радиостанция RT29D. И вот, соответственно, с этой радиостанцией HD2 тоже в комплекте идет такая же гарнитура. Она точно также подключается к радиостанции и можно разговаривать через эту внешнюю гарнитуру. Звучит сигнал от радиостанции в эфире при использовании гарнитуры. Следующим образом я сейчас подключу эту гарнитуру, включаю питание. Она подключается. На радиостанции на дисплее возникает индикация, что гарнитура Bluetooth у нас подключена. Теперь весь звук идет сюда на гарнитуру и, соответственно, с микрофона звук идет тоже на радиостанцию. Здесь на гарнитуре есть две кнопочки. Одна кнопка аппаратная на боковой стенке. Это кнопка, можно сказать, с фиксацией. То есть, чтобы включить ПТТ, надо ее нажать-отпустить и ПТТ будет включенным. Чтобы отключить, нужно еще раз нажать и отпустить. И вторая кнопка сенсорная на тыльной стороне гарнитуры. Она уже без фиксации. То есть, пока держим на ней палец на этом кружочке нарисованном, у нас включена передача. Палец отпускаем, передача выключается. Видно, что на радиостанции включается передача, загорается красненький светильник. Давайте послушаем, как звучит сигнал. Как обычно, звук вы будете слышать с линейного выхода трансивера, вот здесь на столе. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Проверка Bluetooth гарнитуры радиостанции HD2. 1, 2, 3, 4, 5. Отключил гранитуру блютузную. Давайте послушаем, как звучит сигнал без использования этой самой гарнитуры. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Проверка радиостанции Retavis HD2 со встроенного в микрофон. Ну, и также с этой радиостанцией может быть в комплекте вот такая вот, например, внешняя гарнитура или тангента, которая уже с динамиком микрофоном. Подключается она к разъему на боковой стенке. Давайте заодно уж послушаем, как она звучит и в режиме работы с внешней гарнитурой. Это радиостанция. 1, 2, 3, 4, 5. Проверка радиостанции HD2 с внешней тангентой гарнитуры. 1, 2, 3, 4, 5. Эта внешняя тангента с микрофоном и динамиком может быть в комплекте с радиостанцией, а может не быть. Все зависит от варианта комплектации, которую вы выберете при покупке. Она такая же, как была в комплекте с радиостанцией HD1. Соответственно, эти тангенты подходят к обеим радиостанциям. В плане тангент внешних каких-то подключений эти радиостанции совместимы между собой. Разъем для подключения тангента или кабель для программирования на радиостанции HD2 такой же, как на радиостанции HD1. То есть это многоконтактный плоский разъем, а не 2,5 плюс 3,5 миллиметра. Поэтому на тангенте мы наблюдаем вот такой вот разъем. И кабель для программирования тоже соответственно к этой радиостанции имеет такой же разъем многоконтактный, который подключается сбоку на корпусе радиостанции к плоскому многоконтактному разъему. В чем преимущество этого разъема? В том, что он не имеет отверстий, то есть дыр, проще говоря. Эта радиостанция HD2 позиционируется как пылевлагозащищенная IP67, поэтому наличие на ней разъемов 2,5 плюс 3,5 миллиметра было бы очень нежелательно, так как эти разъемы это всегда дыры во внутрь корпуса. Здесь же этот разъем исключает лишних дыр, мало того, он еще закрывается крышечкой, заглушкой, которая по периметру прижимается еще резиновой прокладкой. И так этот разъем сам по себе, можно сказать, герметичный, еще и закрывается крышкой. Но мы с вами чуть позже разберем эту радиостанцию, посмотрим как она устроена внутри, какие предприняты меры для повышения ее пылевлагозащиты. А пока несколько слов о том, в каком комплекте она продается. Как я вам уже сказал, Bluetooth гарнитура есть всегда в любой комплектации. Тангента, микрофон с динамиком может быть в комплекте, а может не быть, в зависимости от того, какую комплектацию вы выберете. То же самое касается кабеля для программирования. Он может быть в комплекте, а может не быть, все зависит от варианта, который вы выберете. Также в комплекте всегда есть, конечно же, антенна двухдиапазонная. Также в комплекте есть аккумулятор с заявленной емкостью 3200 миллиампер часов, то есть целых 3,2 ампер часа. Аккумулятор этот совместимый с радиостанцией HD1, совместимый с радиостанцией RT29 и совместимый с радиостанцией RT29D. Совместимые в плане подключения к радиостанции и в плане подключения к зарядному устройству. Но на этом аккумуляторе на радиостанции HD2 есть уже встроенная зарядка через разъем USB Type-C. Такой разъем есть на задней стороне аккумулятора самого. То есть этот аккумулятор можно заряжать от зарядника от или от Powerbank, будучи подключены к радиостанции, когда он и отдельно от радиостанции, где-то в полях там сунули его в сумку вместе с Powerbank, он у вас заряжается. Очень удобно. Также в комплекте есть зарядное устройство подставка, которое выглядит точно также как зарядное устройство от радиостанции HD1 или от радиостанции RT29, но в отличие от этих радиостанций здесь зарядное устройство подставка питается тоже от USB Type-C, в комплекте есть блок питания с выходом USB 5 вольт, кабель USB Type-C, которым можно подключать либо зарядное устройство подставку, либо непосредственно сам аккумулятор, либо от этого же кабеля USB Type-C, ну или от любого другого вашего зарядника от сотового телефона можно заряжать еще и bluetooth гарнитуру, на которой разъем USB Type-C находится на верхней стороне, то есть когда у вас висит вот так на ухе этот разъем сверху. Почему не снизу? Потому что снизу на ней находится микрофон, маленькое-маленькое отверстие, микрофон, который направлен вам сюда, ближе к рту, чтобы слышать звук, поэтому ничего лучше не придумали, как разместить этот разъем сверху. Ну, наверное, будем надеяться, что вы с этой гарнитурой на ухе не будете гулять под дождем и сверху туда вода не зальется. Заглушки, кстати говоря, в комплекте нет почему-то. Еще в комплекте с радиостанцией, конечно же, есть инструкции по эксплуатации на разных языках, в том числе на английском и на русском, есть прищепка и ремешок для того, чтобы эту радиостанцию удобнее было как-то носить и крепить, есть еще комплект сменных насадок для bluetooth гарнитуры, вот собственно и все. Есть еще варианты более расширенной комплектации, там может быть антенна удлиненная, еще что-то, но я вам рассказываю про тот вариант комплектации, который есть у меня. Антенна в комплекте с этой радиостанцией выглядит внешне точно так же, как и антенна от радиостанции HD1 и по параметрам она такая же. Если подключить к антеннам анализатор, то мы видим вот такую картинку. Из этой картинки следует однозначно, что эта антенна четвертьволновая с удлинительной катушкой на диапазон VHF имеет резонанс на частоте близкой к 145 мегагерцам, но это же любительская радиостанция, вот резонанс антенна у нее на 145 мегагерц. И в диапазоне 70 сантиметров это четвертьволновая антенна, то есть примерно там 17 сантиметров резонансная часть, четвертушка без удлинительной катушки, поэтому она гораздо более широкополосная. Почему она на двухметровом такая узкополосная на графике? Потому что это укороченная антенна, сильно укороченная антенна, удлиненная удлинительной катушкой всегда имеет очень узкую полосу. Чем больше укорочения, тем уже полоса. Здесь укорочение достаточно сильное, то есть полноразмерная антенна четвертьволновая на двухметровый диапазон была бы длиной там 47 сантиметров, а вот такая коротенькая, она с удлинительной катушкой, имеет гораздо более узкую полосу. На 70 сантиметров на 430 мегагерц здесь антенна полноразмерная четвертушка, поэтому полоса ее, как мы видим на графике на анализаторе, достаточно широкая. И, что забавно, заявленный здесь диапазон 220 мегагерц американский, который реально включается и реально работает. Конечно, на эту антенну он работать не будет, так как антенна это все-таки там не резонирует никаким образом. Антенна это двухдиапазонная, не трехдиапазонная, поэтому, если захотите вы с какой-то целью использовать эти самые 200 мегагерц, то антенну придется использовать другую. Ну, конечно, можно эту использовать, чтобы связаться в соседнюю комнату или там на расстоянии 100 метров, но для нормальной радиосвязи на этом диапазоне нужна своя отдельная антенна. И, на всякий случай, еще несколько слов про измерение КСВ антенноносимых радиостанций с помощью антенных анализаторов и любых других приборов. Еще раз повторяю, это бесполезное, бесцельное занятие, то есть точное значение КСВ не важно, если мы видим на антенном анализаторе, подключив к нему какую-то антенну относимую радиостанцию, видим там КСВ, не знаю, полтора или два с это ни о чем не говорит, мы с помощью анализатора можем увидеть только где минимум КСВ, вот там где минимум там и резонанс, а сам по себе это КСВ достаточно абсурдное значение, потому что, во-первых, кабеля здесь никакого нет, во-вторых, все что мы видим на анализаторе не перенесется в чистую на радиостанцию, потому что анализатор имеет другие размеры корпуса, другой тип материала корпуса, другую емкость этого корпуса с землей, с рукой оператора и все эти параметры, которые мы видим на анализаторе, они будут другие при подключении этой же самой антенны к радиостанции, поэтому давайте не будем всерьез воспринимать эти все измерения КСВ, а на графиках КСВ мы только можем понять, где именно эта антенна работает, где у нее резонанс и где минимум КСВ, а сами значения КСВ не важны. Мощность передатчика этой радиостанции в описании заявлена повышенная. Давайте измерим, какая она на самом деле в разных диапазонах частот. И еще интересная функция, у этой радиостанции есть режим, так скажем, супер пониженной мощности, то есть у нее есть три основных положения, полное, среднее и минимальное, и есть еще экстра low. И это прекрасно, потому что очень часто такой мощности мне, например, не хватает, когда радиостанция там 5-ваттная, имеет мощность 5 ватт и 1 ватт. И хочется иметь всегда мощность гораздо меньше, чем 1 ватт, там пол ватт или 300 мили ватт или 100 мили ватт, потому что очень часто нужно связаться на небольших расстояниях, в рамках какого-нибудь полевого лагеря, отошел от базового там лагеря на 500 метров, можно связаться на очень маленькую мощность, не нужно тратить аккумулятор, ну и светить в эфире далеко. То же самое в городе, если есть базовая антенна, нам нужно связаться с носимой станцией с базовой, на расстоянии там километр, то нам хватит вполне и 100 мили ватт, и уж тем более 500. Вот здесь есть режим экстра low, очень маленькая пониженная мощность, это прекрасно. Переключаются мощности здесь с помощью кнопок на боковой стенке, есть две кнопочки, можно запрограммировать на них разные функции, в том числе и с функцией переключения мощности, что забавно. Эта функция, например, запрограммированная сейчас у меня на верхнюю кнопку, переключая мощности, мы можем переключить только три положения high, mid и low. А экстра low таким образом не включается, экстра low это отдельная функция, и я ее запрограммировал на длительное нажатие этой же кнопки, и можно включить и нажать это длительное нажатие в любой момент времени, то есть если у нас было включено high или mid, например, нажимаем и удерживаем кнопку, включаем режим экстра low, и тогда на индикации у нас появляется значок буковка E, то есть high это буква h, mid средней мощности это m, l это пониженное low, а e, ну или и английское, это экстра low. Вот она включается вот так вот отдельно, не в общем списке мощностей, забавно, но вот такой факт. Давайте мерить, сколько реальное значение мощности у этой радиостанции с помощью измерителя мощности и ксв метра и эквивалента нагрузки 50 тонн. Сначала смотрим в диапазоне VHF 145 мегагерц, любительский диапазон, полная мощность. Видим, что полная мощность здесь больше 5 ватт, ну она меньше 10 получилось у конкретного этого экземпляра радиостанции, аккумулятор свежезаряженный, ну вот такая вот мощность в районе 7-8 ватт. Если включаем мощность в режиме mid средней, то это будет 5 ватт, очень четко кстати 5 точные значения. Мощность low это около 1 ватта и мощность extra low с буковкой E, это пол ваттовая радиостанция, я бы честно говоря сделал там 250 милливатт, ну пол ватта тоже хорошо. Посмотрим в верхней части диапазона уже на профессиональных частотах 165 мегагерц. Видим, что полная мощность здесь не упала, а даже стала на какие-то копейки чуть больше. Ну и самое интересное, раз у нас эта радиостанция в американском диапазоне 220 мегагерц работает, давайте проверим какая будет мощность там. Видим, что в режиме полная мощность, здесь мощность стала меньше, но все равно она значительная, это не какие-то милливатт, а это даже больше 5 ватт получается, то есть радиостанция это реально работает на 220 мегагерц. Ну и посмотрим конечно же еще в диапазоне 430 мегагерц, здесь тоже у нас все в порядке, мощность повышенная достаточно большая, больше 5 ватт, в районе 8. Что я могу сказать по поводу выходной мощности этой радиостанции? Во-первых, повышенная больше 5 ватт, честно говоря, разница конечно небольшая, но иногда это может помочь, особенно если мы будем использовать длинную вот такую антенну 30 сантиметровую и мощность у нас будет больше 5 ватт, то где-то может это нам и поможет связаться, так сказать, в плохих каких-то условиях, где было слышно еле-еле. И по поводу 200 мегагерц я хочу сказать, что радиостанция это действительно на передачу в этом диапазоне работает, значит фильтр VHF диапазона в ней сделан с частотой среза не 174 мегагерца, а 225 там или 230 мегагерц. Давайте попробуем включим ее на передачу на частоте выше чем уже 220 мегагерц, примерно там 240-245 мегагерц. И мы видим, что мощность стала резко понижаться здесь гораздо меньше 5 ватт, это не потому что я пониженную мощность включил, а потому что фильтр нижних частот на выходе усилителя мощности передатчика здесь сделан с частотой среза сразу после любительского американского диапазона 220 мегагерц, то есть отдельного диапазона, отдельного фильтра в этой радиостанции нет, просто один диапазонный фильтр VHF диапазоны, фильтр нижних частот на выходе передатчика, на выходе усилителя мощности, это FNCH с частотой среза вот видимо 230 мегагерц или что-то около этого или 225, то есть до этого все частоты сплошняком он пропускает, а как только частота становится выше верхней границы вот этого американского диапазона 225 там или 230 мегагерц, я не знаю какую частоту здесь использовали при расчете фильтры вот этого в передатчике в районе 225-230 мегагерц, как только мы эту частоту пересекаем, то с каждым так сказать мегагерцем выше мощность будет понижаться, причем мощность потребляемая передатчиком не будет понижаться, а вся мощность раскачиваемая, развиваемая выходным каскадом, то есть усилителем мощности передатчика будет просто тупо гаситься в этом самом фильтре нижних частот, транзистор будет греться, от аккумулятора будет все потребляться, но все это не будет уходить в антенну, потому что это не будет пропускать фильтр. Вот такая вот схема интересная, то есть есть диапазон 200 мегагерц, но он не сделан отдельным диапазоном, а просто расширили диапазон VHF, который обычно 136-174, теперь он расширен до 225 до 230 мегагерц. Все настройки этой радиостанции можно делать как с помощью кабеля для программирования, содержащего внутри микросхему USB 2 сериал и соответственно софта, так и непосредственно с самой радиостанцией, с кнопок и дисплеев. Система меню очень развита, очень много чего можно сделать без компьютера, практически все, любые параметры, любые настройки, все это делается без компьютера. Конечно записать там несколько сотен каналов с компьютера просто будет удобнее и быстрее с клавиатуры с нормальной, чем набирать эту информацию отсюда. Но в принципе все можно сделать непосредственно с самой радиостанции, плюс как я уже сказал есть режим VFO, то есть можно просто непосредственно с клавиатуры набрать любую частоту и на ней работать и в аналоге и в цифре, то есть это такая любительская радиостанция, где можно все делать, все что вам захочется. Система меню очень похожа на радиостанцию HD1, все точно также организовано, но все-таки немножко отличается, просто немножко больше разных функций и возможностей. Также у этой радиостанции есть возможность обновлять встроенное программное обеспечение через тот же самый кабель для программирования, но через отдельный софт, специальный софт для обновления прошивки. Мне эта радиостанция пришла не с самой последней версии прошивки и я ее обновлял до последней версии с помощью вот этого софта для обновления прошивок через обычный кабель для программирования. Ничего сложного в этом нет, сейчас у меня радиостанция обновилась и у нее последняя версия прошивки, доступная на сайте. Как очень часто это и бывает в любительских радиостанциях, в этой радиостанции есть два счетчика частоты, скажем так VFOA и VFOB, но они естественно здесь так не называются. Это верхний индикатор и нижний индикатор, верхний счетчик и нижний счетчик. Приемник в радиостанции один, конечно в один момент времени она принимает только одну частоту, но может сканировать две частоты, верхнюю и нижнюю, если у нас такой режим включен. Соответственно индикация тоже может быть включена, что одновременно две частоты видно, верхнюю или нижнюю, и мы одну из них выбираем активную с помощью кнопочки звездочка, либо мы можем выключить такую индикацию с помощью кнопки решетки и у нас останется индикация только например верхняя или только нижняя, а в другой половине дисплея будет написано текущее время и дата. В радиостанции есть встроенные часы, есть батарейка для сохранения хода часов, если мы отключим аккумулятор. И значение часов, установку часов можно сделать не только с кнопок радиостанции, а можно в программе для программирования включить режим автоматической синхронизации часов с часами компьютера, то есть вообще вручную не придется время задавать, очень удобно. Как только программировали настройки с компьютера, то заодно и часы синхронизировались, я все время как делаю. Ну и в общем то есть переключение канальный режим или частотный, это делается красненькой кнопочкой exit, которая у нас в режиме меню является выходом из меню или переходом на предыдущий уровень, а вот в режиме в обычном эта кнопка переключает каналы или VFO. В радиостанции есть голосовое оповещение, подтверждение нажатия кнопок, вот например, если я переключаю сейчас режим VFO или memory, то она мне голосом сообщает какой режим включен, вот таким вот образом. Канальный режим, первый канал включен. Ну и соответственно в канальном режиме валкодер переключает канал. Это не переключатель там на 16 положений, а это валкодер, который крутится по кругу, может переключать очень много каналов. В меню радиостанции можно изменять общие параметры, для всей радиостанции можно изменять настройки одного VFO в верхнего или нижнего счетчика частоты, можно сохранить выбранный счетчик частоты со всеми параметрами в какой-то канал в одну из ячеек памяти. В общем все делается, все настраивается из меню, что удобно. Есть даже программирование кнопок, вот этих боковых двух, еще сверху у нас новая кнопочка рыжая появилась, в HD1 ее не было. Настройки этих кнопок тоже задаются все как из программы, так и из самой радиостанции. У каждой кнопки может быть длительное нажатие и короткое. Что забавно, в последней версии прошивки есть возможность программировать всех трех кнопок функции, и двух боковых и верхней. На любую кнопку можно назначить любые функции, можно на все три кнопки одну и ту же функцию назначить, например. Все универсально, все очень удобно. А из программы для компьютера пока программируются только две боковые кнопки. Ну из той версии программы, что есть у меня. Может быть где-то существует более новая версия, но я пока ее не встречал. То же самое касается переключения мощности. В радиостанции, как я вам уже сказал, четыре есть мощности, high, mid, low и extra low. И вот в программе я тоже могу задать только три мощности, high, mid и low, а extra low, которая включаться должна отдельной кнопочкой, в программе никак не задается. Но это в общем-то не так важно, не так страшно. Что хорошо, что есть регулировка чувствительности микрофона, mic gain в меню можно ее покрутить для всей радиостанции, а не для канала конечно же. И что интересно, в дмр режиме есть естественно режим приема всех групп, независимо от номера группы, промиск режим так называемый. И что еще самое интересное, есть режим, чтобы радиостанция не учитывала световой код в дмр режиме. То есть можно слушать не только все группы подряд, но и даже все цветовые коды, если включить этот режим приема без учета цветового кода. Такая функция тоже полезная для любителей послушать все подряд в дмр режиме. Напоминаю еще раз, что дмр транкинг на такие радиостанции все равно мы с вами не послушаем. Вот как это работает. Сейчас в радиостанции включен и режим приема всех разговорных групп, то есть промиск режим, и режим приема дмр трафика с любым колор-кодом. Сейчас я сначала повещаю с одной радиостанции, передача будет вестись в одном колор-коде и для одной толк-группы, а потом с другой радиостанции, там будет другой колор-код и другая толк-группа. А мы все услышим на эту радиостанцию без каких-то переключений, я вообще к ней прикасаться не буду. Итак, включаю первую радиостанцию. Раз, два, три, четыре, пять. Вот я себя слышу, видим какая разговорная группа и какой цветовой код. Беру другую радиостанцию, включаюсь на передачу, ее точно так же здесь слышно и видим там совсем другие параметры. Вот такая прекрасная функция для любителей послушать все. Также в эту радиостанцию может быть записано несколько радио айди для дмр режима, несколько ваших идентификаторов для участия в разных сетях, можно переключать потом какой из этих идентификаторов мы используем. Есть прием вещательного диапазона, который можно включить как зайдя в меню, так можно назначить включение приема вещалок на какую-то из кнопок из трех программируемых кнопок на длительное или на короткое нажатие. Прием вещалок может работать в режим VFO, где можно шагать по частоте, либо может работать в канальном режиме, где можно сохранить частоты вещалок в ячейке памяти. И что самое главное, как обычно, прием вещалок реализован аппаратно на отдельной микросхеме, поэтому он действительно может работать параллельно с приемом радиосвязи. Если мы будем слушать вещалку, а нас кто-то позовет в это время на радиосвязной частоте, то радиостанция переключится и мы будем слушать радиосвязь, а не радиовещание. Но можно этот режим не включать, и тогда она будет слушать только вещалки, то есть все настраивается, все очень гибко. Такая в этом плане, в плане меню всяких настроек радиостанция достаточно интересная. Поскольку это любительская радиостанция, то цифровой режим ДМР в ней тоже предполагается, что будут использовать радиолюбители и работать через всякие ходспоты и так далее. Поэтому список контактов ДМР в этой радиостанции, как часто бывает в любительских радиостанциях с ДМРом, состоит из двух частей. Обычная часть, обычный список, который мы сами вручную задаем или из радиостанции, или из программы для программирования. Туда записываем какие-то контакты, как в профессиональных радиостанциях. Напомню, ДМР это вообще профессиональный стандарт связи, поэтому в нем позывной радиолюбительский не предусмотрен и не передается. И вот радиолюбители приспособились делать еще дополнительный свой список контактов, где просто перечислен какой-то цифровой идентификатор ДМР, какому позывному любительскому соответствует. И вот такой список ходит, так скажем, по интернету и его можно скачать и загрузить в эту радиостанцию в виде файла. И вот этот список может содержать уже огромное количество контактов, там полмиллиона записей в нем может быть. Конечно, их вручную нельзя записывать, вручную их нельзя редактировать, а можно их только загрузить из файла. Тогда радиостанция будет вам показывать вместо идентификатора цифрового сразу позывной радиолюбитель, если вы работаете через ход споты и так далее. Но это, как говорится, не самая главная функция радиостанции, но она здесь есть. Также в этой радиостанции есть сканирование, бегает она по частотам, мягко говоря, не очень быстро, но все-таки оно есть и, что приятно, потихоньку развивается, в том числе и сканирование. И здесь сделали сканирование в режим VFO не всего диапазона, а можно задать граничные частоты. Одну только пару частот для VHF диапазона и одну пару для UHF диапазона, то есть можно записать граничные частоты, например, участка шириной в один мегагерц или в два или в несколько мегагерц, и вот такой участок здесь задается для VHF и для UHF. В общем-то это удобно, это уже шаг, так сказать, в сторону улучшения возможностей по сканированию. Конечно, если бы это сканирование еще работало, там 100 скачков в секунду, то вообще бы цены ему не было бы. Что еще из программных функций интересного есть в этой радиостанции? Как вы понимаете, она сделана на одной микросхеме RDA1846, поэтому аппаратно ничего нового в ней быть не может, она на прием не может работать лучше, чем другие радиостанции, сделанные на этой же микросхеме. То есть, по сути, они все одинаковые параметры имеют, но программно может отличаться много чего. Вот здесь интересных много функций программных. Например, здесь заявлено несколько режимов в шифровании, в ДМР, конечно же, и есть в том числе шифрование IES-256, есть 128, есть маленькая там двухбайтная упрощенная и так далее, с коротким ключом я имею ввиду. И вот IES-256 непонятно с чем оно совместимо. В каких-то страницах интернетовских именно про эти радиостанции на сайте производителя я встречал, что написано, что оно совместимо только с HD1 еще, вот с другими радиостанциями более нормальными я не проверял совместимости этого IES-256, но, по крайней мере, то, что оно там заявлено уже интересно. И еще есть режим двойной кнопки ПТТ. Здесь сама кнопка ПТТ одна на радиостанции, но поскольку есть еще две программируемые кнопочки под ней, под кнопкой включения передачи, то одну из них, верхнюю программируемую кнопку, вторую снизу, если считать, та, что ближе к кнопке ПТТ, можно заставить работать тоже, как кнопка ПТТ. Эта функция включается не в настройках назначения кнопок этих. То есть, если мы назначили, что у нас эта верхняя кнопка переключает мощности, например, то мы отдельно в меню можем найти пункт Dual PTT, его включить, и тогда у нас вот эта вот кнопочка под кнопкой передачи будет вторая кнопка передачи. И это более приоритетная настройка этой кнопки, соответственно, она перестанет переключать мощность уже у нас, но будет включать передачу. Что значит двойной ПТТ? Это значит, если у нас есть два счетчика частоты, верхняя и нижняя, неважно там они включены в режиме VFO или в режиме каналов какой-то из них, то основная кнопка большая PTT будет включать передачу на частоте, которая установлена в верхнем счетчике частоты в верхней части дисплея, а вторая кнопка под кнопкой ПТТ будет включать передачу на частоте, которая у нас выбрана в нижнем счетчике частоты. Кому-то может быть понадобится такая интересная функция. Я пока не нашел, где переключается режим работы, пока у меня нижняя кнопка работает только с фиксацией, то есть я нажал коротко один раз, включилась передача, теперь будет держаться, пока я еще раз ее коротко не нажму, вот эту нижнюю кнопочку. Пока я не нашел, как это переключить, чтобы работала как нормальная кнопка ПТТ, а не с фиксацией, ну возможно где-то это и есть. Хотя чаще всего я это не буду использовать, а буду с помощью этой кнопки переключать режим мощности, там полные, пониженные. Ну конечно нужно проверить работу этой радиостанции в реальных условиях и в обоих режимах, в аналоговом и в цифровом. Начнем с цифрового, с ДМР режима. Раз, два, три, четыре, пять. База, 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 как ты меня принимаешь? Прием. Принимаю, все хорошо, все слышно, четко. Все я приняла. Ага. А никакие слова там мои не теряются, не прерывается речь, прием? Нет, ничего не теряется, все слышно, все, все дошло. Переключаемся, переключаемся на канал, где буковка А. Переключаемся на другой канал, где буковка А, прием. Как здесь, как здесь меня слышно, как здесь слышно, прием. Здесь нормально слышно все. Вроде бы ничего такого плохого. Я не наблюдаю пока. Ну голос такой более естественный, да? Да, верно. Голос более похож на жизненный твой. В первом варианте я был немножко роботом. Ты тоже, ты тоже, да. Ну что ж, давайте смотреть, как эта радиостанция сделана, как она устроена внутри. По конструкции все классическое, силуминовое, металлическое шасси и пластиковый корпус. Но, в отличие от многих радиостанций, пластиковый корпус крепится не двумя винтиками в нижней части, даже не четырьмя, а шестью. То есть, помимо четырех винтов, видимых сразу же нам здесь, коротеньких винтиков, есть еще два длинных винта, которые расположены под пластиковой накладкой в районе верхней части корпуса. То есть, нужно сначала отвинтить винты, снять пластиковую накладочку, а под ней будет еще два винта с звездочкой для крепления пластикового корпуса к силуминовому шасси. То есть, пластиковый корпус крепится шестью винтиками. Винтики все эти, как мы видим, с прокладочками резиновыми, тоже для повышения пыли-влагозащиты. Что же мы видим, разобрав эту радиостанцию? Есть основная печатная плата, которая на силуминовом шасси закреплена, и есть плата передней панели кнопок и дисплея. Также мы видим, что плата передней панели еще и содержит на себе модуль GPS-приемника со своей антенной. А на основной плате видим еще отдельную маленькую платку припаянного модуля Bluetooth. В общем, ничего необычного, все понятно, все интересно. Смотрим, что у нас сделано для герметизации. По периметру металлического силуминового шасси есть резиновая прокладка. В общем-то, она, как говорится, не помешает, явно герметичность радиостанции повышает. Как я вам уже сказал, разъемов 3,5 мм нету, и слава богу. Вместо них плоский разъем, который сам по себе не очень водопропускает, но сзади он проклеен полностью герметиком, и от него выходит только лишь кабель плоский, который тоже весь проклеен, то есть разъем этот герметичный. Видим, что динамика и микрофон тоже по периметру проклеены герметиком, и здесь какая-то герметичность более-менее достигнута. В верхней части корпуса есть прокладки на местах установки разъема СМА для антенны и двух ручек. Прокладок там по две штуки, аж, то есть есть внутренние прокладки, вот эти вот рыжего цвета, оранжевого, которые внутри корпуса остаются, и снаружи еще на каждую ручку под гайкой надета отдельная черная прокладка. То есть для герметичности много чего тут предпринято. В общем-то, приятно это все видеть. Приятно видеть, что громкоговоритель, микрофон и плата передней панели подсоединяются к основной плате двумя плоскими ленточными кабелями, шлейфами, а не какими-то проводками, припаянными, как в фенгах, которые сразу все отваливаются при первой или второй разборке радиостанции. Здесь, видите, все сделано так, покультурнее немножко. Ну, что мы видим здесь по схеме радиостанции, если отвинтить плату основную от силаминового шасси? Видим один транзистор выходного каскада. Все-таки он здесь один. Бывают в некоторых радиостанциях делают два отдельных выходных каскада для VHF, для UHF. Здесь один сделан выходной каскад к нему. ЛЦ цепи на выходе на два диапазона, только на VHF и на UHF. На 200 МГц отдельно ничего не сделано. Это расширенный диапазон VHF, как я вам уже говорил. Видим, что транзистор выходного каскада прижимается, естественно, к силаминовому шасси, отдельными двумя винтиками и крышечкой еще металлической. Ну и, конечно же, радиочастотный тракт сделан на всеми любимой в кавычках микросхеме RDA1846. Вот она здесь в уголке платы. Конечно, когда-то появятся новые микросхемы, которые будут очень хорошо работать. И они будут сделаны тоже по принципу SDR технологии. Но пока вот RDA1846, к сожалению, работает не очень хорошо, мягко говоря. Ну и, в общем-то, ничего другого и не ожидалось увидеть в этой радиостанции. Но радует то, что конструкция достаточно аккуратная. Для герметизации предпринято множество всяких мелких мер, которые точно хуже эту радиостанцию не делают. Нет лишних каких-то проводов, соплей, все очень аккуратненько. Посмотреть внутри более-менее даже приятно, если не видеть микросхемы RDA1846. Интересно проверить еще чувствительности этой радиостанции. Ну, в том плане, что она на 225 МГц работает. Понятно, что на 145 МГц у нее чувствительность будет нормальная. Но это не важно, так как она все равно на одной микросхеме сделана. И эта микросхема чуть-чуть сразу перегружается. Поэтому не важно, какая у нее чувствительность. Но вот все-таки, как она работает на 220 МГц и выше, это интересно проверить. Итак, на 145 МГц радиостанция вот так вот слышит сигнал с уровнем минус 123 ДБМ. Это 0,16 микровольта. Нормальная такая чувствительность обычная. Ну, давайте посмотрим, как она будет на 220 МГц принимать. Набираю частоту 220. И набираю, соответственно, на генераторе тоже такую же частоту. На 220 МГц чувствительность на слух ровно такая же, как на 145 МГц. Это уже прикольно. Наши минус 123 ДБМ вот так вот слышно. Нормальная такая чувствительность. Ну, давайте посмотрим выше по диапазону. 230 МГц. На 230 МГц чувствительность особо не изменилась. Тоже более-менее слышно. Ну, что, пошли на садкомовские частоты. 255. Ну, все, на садкоме уже не слышно. Минус 123 ДБМ. Понятно, что если открыть шумоподавитель, что-нибудь там пролезет, наверное. Ну, вот очень слабенько слышно. Увеличиваю уровень сигнала. Ну, вот на 255 на садкомовских частотах уже минус 113 ДБМ. Слышно так же, как минус 123. То есть на 10 ДБМ чувствительность хуже. Для садкома это вообще не рабочий вариант. Но, что самое главное, она там работает хоть как-то. Соответственно, желающие что-то перепаять во входных цепях, перепаяют и заставят ее на 250 МГц слушать садком. Ну, если кому это интересно. Мне это вообще неинтересно и не нужно, потому что слушать там эти разговоры на 255-550, где сидят матершинники, то это дело то еще. Поэтому я чисто просто проверил, как она работает, как она слышит сигналы с разным уровнем, в разных диапазонах. Просто чисто из любопытства. И чтобы показать это вам. Вот, собственно, и все, что я хотел вам об этой радиостанции рассказать. Если коротко, то основные характеристики ее такие. Двухдиапазонная любительская радиостанция продается в закрытом виде, только для работы в любительских диапазонах. Но с кнопок, без пайки, без подключения компьютера, раскрывается для работы во всем диапазоне. Мало того, еще может работать на передачу, на прием в американском диапазоне 220 МГц, с более-менее нормальной мощностью и чувствительностью. Выше 230 происходит завал мощности и чувствительности. Работает в аналоговом режиме и в ДМР режиме. Есть канальный режим, частотный режим. В частотном режиме прямой ввод частоты, или переключение с шагом выбранным. В канальном режиме может быть 3000 каналов. Каждый канал может быть аналоговый цифровой. В радиостанции может быть опциональный модуль GPS-приемника. Тогда она в ДМР передает свои координаты, если это включить. В ней не опционально всегда постоянно установлен Bluetooth-модуль. Всегда в комплекте есть Bluetooth-гарнитура. Есть зарядка с разъемом USB Type-C непосредственно на самом аккумуляторе. Или же этот зарядник можно подключать к подставочке. И этот же USB Type-C используется для зарядки гарнитуры. Емкость аккумулятора 3,2 Ач. Выходная мощность передатчика повышенная. Заявленная 10 Вт. Реальную мы с вами измерили. Вот такая вот радиостанция. Достаточно интересная. Очень много всяких функций. Но после того, как мы узнаем, что она сделана на одной микросхеме AT1846, они становятся, что ли, не так важны. Спасибо, что смотрели это видео. Применяйте радиосвязь в радиолюбительстве, в бизнесе, может быть, в быту, в путешествиях каких-то. Радио вещь полезная и интересная. Может вам пригодится в разных обстоятельствах. Ну и, конечно же, смотрите мои видео, которые есть на разных интернет-площадках, на YouTube, Яндекс.Дзен, есть даже на Рутуб. Есть группа ВКонтакте и Телеграм-канал. Подписывайтесь. Есть страница с дополнительными материалами на сайте Boost и в отдельном Телеграм-канале. Огромное спасибо всем тем, кто подписывается на эту страницу. Тем самым вы поддерживаете работу и существование моего канала и также получаете доступ к каким-то эксклюзивным дополнительным материалам. Это не только репортажи со съемок, но иногда отдельные интересные видеоролики. Спасибо, всем пока. Субтитры создавал DimaTorzok